Ой, чёрт, Свет! Рядовой, выключи чёртову штуку, или я тебя разжалую! Чёртовы новобранцы! Никакого уважения! Доброе утро! Меня зовут генерал Хулио Фернандес. Я рад, что здесь сегодня собралось столько людей. Внимание! Сегодня у меня есть тема. Пожалуйста, первое изображение. Уверен, вы узнали змеиный город. Как и я. Вот здесь всё и произошло. И вы будете первыми людьми в мире, кто узнает, как всё было на самом деле. Всё началось вот здесь, рядом с площадью. Обычный день. Обычная жизнь обычного города. Где-то на Среднем Западе. Но потом появилась эта штука. Монстр! Её удалось заснять случайно. Вот справа на фотографии. Повторяю, справа на фотографии. Да, ужасно. Это было бы ужасно, если бы монстр был один. Но он был не один. Толпы нежити. И беззащитный город в их власти. Беззащитный? Ну, не совсем так. Вы знаете, что змеиный город почти спасли. Но это сделало не... Ага! Не... Не вертолёты, не танки, не специальные подразделения. Это было особое оружие. Вот оно. Это он. Тот, кому почти удалось завершить эту историю счастливым концом. Монстры пришли из ада. И только он знал, что нужно делать. Он взял оружие и отправился сражаться с ними. Вообще-то я понятия не имею. Выходи, грязное животное! Стой! Вот здесь всё началось. Где находится заброшенная ферма, неизвестно. Вот этот заросший парень, Майер, это Джонни Майер. Сначала местный денежный мешок, потом бездомный, потом снова богач. А теперь снова без... Ладно, не будем спешить. В любом случае, у нас есть уникальный шанс увидеть его первую схватку с мертвяками. Без оружия, кстати. Потому что он настоящий смельчак. Или идиот. К счастью, к счастью, герой никогда не бывает один. Выходи, грязное животное! Заброшенная ферма. Где находится, неизвестно. И всё же тут кто-то есть. Хорошего сложения, весёлый, с добрым сердцем и обрезом. Обратите внимание на последнее. Теперь считаем. Один Майер, одна фермерша с обрезом, кучка зомбированных жителей. Результат? Бойня! Ну, оставим это нашим героям. Не правда ли? Вон, ещё идут. Ты хорошо справляешься, парень. Злобным видом их не проживёшь. Но он обязательно привлечёт их внимание. Тащи их ко мне, и я покажу им, как бог придумал сито. Давай! Думаешь, тебя здесь кто-то боится? Уж я точно не боюсь. Искаль зубы! Думаешь, меня это впечатляет? У меня всё равно нет очков. Фу, монстры! Ты самый настоящий живчик! Погоди, я сострою тебе глазки. Свои глазки. Хотя тут повсюду валяются глазки этих монстров. Но у меня есть свои. Если, конечно, ты не хочешь. Весело парень, правда? Убийственный дуэт. Прекрасная фермерша и... И... Ты ведь Майер, так? Майер. Джонни Майер. Рада знакомству. Я фермерша. Местная фермерша. То, что ты видишь вокруг, это всё, что осталось от моих помощников. Грязных животных. Ты, наверное, не ожидал, что они прыгнут на тебя, да? Костлявые негодяи! Я ведь говорила им. Я сказала, пусть попытаются напасть. Сказала, что я зла и вооружена. И они попытались. Спасибо, что зашёл, Щёголь. Ты идёшь из пустыни? Думаю, да. Хотя я не знаю. Темнота. А теперь я стою здесь, и голос говорит мне, что я герой, и что здесь полно зомби, с которыми мне надо справиться. Вот я и справился. Я понимаю. А может и нет. Но разницы всё равно никакой. Странно, что ты идёшь из пустыни. И ты не такой, как другие. Не кожа до кости. Либо у тебя хороший иммунитет, либо это выход. Так или иначе. Надо этим воспользоваться. Начнём потихоньку. Монстры хотели порвать меня на части. Но, кроме того, они украли мои материалы. Нам они необходимы. Три предмета и три гуся. Да, гусей съели, но предметы всё ещё где-то здесь. А тем временем я разработаю план. Конечно, всё прекрасно сделано. Теперь, когда у меня есть мои материалы, я знаю, что делать. Смотри. Вот причина всех бед. Я не знаю его названия, но я зову это машина, которая производит зелёную гадость. Эта зелёная дрянь превращает людей в зелёных монстров. Больше я пока ничего не знаю. Знаю лишь, что он не должен находиться там. Не должен! Я приготовила для тебя взрывчатку. Иди туда и взорви эту штуку. Она вон там. Прямо за тем холмом. Да. А если будут проблемы? Вот это укрепит твоё здоровье. Здесь мы подробно видим, что происходит, когда злой герой взрывает машину для производства тумана. Машина разлетается на части, а туман исчезает. И, как если бы этого было мало, появляется волшебная повозка. Выход. Иди в змеиный город, герой. Ты единственная надежда этого проклятого города. Заходи ещё и пиши мне. Змеиный город. Изданище мафии, подозрительных личностей. И змеи так говорят. Я жил там 15 лет и ни разу не видел ни одной змеи. Но кого волнуют эти змеи? Майер пришёл. Спокойствие. Вы все знаете, что произошло. Как все убежали. А те, кто не успел, умерли. Это то, что вы видите на экране. Змеиный город. Последний оплот цивилизации. Последняя надежда. Разделившаяся надежда. Я имею в виду, что западную часть контролирует мафия, которая защищает себя от вторжения из пустыни тем, что просто подняла мост и сидит на кнопке, которая им управляет. Восток принадлежит героическим остаткам местных жителей, у которых ещё остались зубы во рту и кожа на телах. То есть, как принадлежит? Они просто там. А теперь появился Майер с парой долларов, без иллюзий и понимания того, что происходит. Не будем тянуть. Это Чэнда, представитель движения сопротивления зомби. И единственный живой человек, с которым можно поговорить. Иди, герой. Поговори с сопротивлением и стань его оружием. Стань надеждой, которая спасёт человечество. Или, по крайней мере, змеиный город. Стой, зомби! Я не зомби! А откуда ты идёшь? Из пустыни. Стой, зомби! Я не зомби. А откуда ты идёшь? Эти брюки тебе слишком малы или что с тобой такое? Ты говоришь, как старая заезженная пластинка. Мне велели найти сопротивление. Это ты? Ты не зомби? О, ну и место. Добро пожаловать, герой! Майер. Джонни Майер. Друзья зовут меня... Майер. Я не зову тебя Майер, Майер. Что? А как ты меня зовёшь? Ты ничего не помнишь? Тебе мозги вышибло? Стой, зомби! Господи. Читай по губам. Я не зомби. А теперь говори, кто ты? Или я тебе мозги вышибу? Я Ченда. Это я создал невероятную красную машину, на которой ты ездишь. Я душа этого города. Тут тихо, как в могиле. Как будто все собаки умерли. Я знаю. И все соседи тоже. Вообще-то все умерли, кроме нас с тобой. Если ты идёшь из пустыни, и ты не зомби, то ты можешь быть нашим спасением. Конечно. Мне это уже говорили. Что это всё такое? Я не знаю. Вообще-то никто не знает. Сначала начало слегка вонять, но никто не обратил на это особого внимания. Потом пришёл зелёный туман. Но это тоже никого не смутило. А потом люди стали превращаться в зомби. А это просто ужасно. Что? Зомби. Ходячие, мёртвые или мертвяки. Это настоящая проблема. Каждый, кто хоть недолго находился в пустыне, превратился в чудовище. Тебе повезло. Не знаю, то ли у тебя иммунитет к туману, то ли ещё что. Но ты можешь идти в пустыню. По крайней мере, к её краю. Возвращайся на ферму и используй эту штуку. Она найдёт генератор глубоко в пустыне и выключит его на какое-то время. Потом иди к нему и останови навсегда. У тебя есть взрывчатка? Нет? Вот, держи. Герою было что сказать. Что он не хочет. Что ему это не по душе. Что он хочет поспать, выпить кофе, съесть стейк с картошкой, посыпанный мелко нарезанной петрушкой. Может, немного лука? Без кетчупа его у них нет. А если и есть, то никто в Змеином городе об этом не знает. Но когда ты герой, тебе не дают право решать. Мир даёт тебе ружьё и указывает направление. Иди и разберись с ними. Пристрели их всех, герой. Ой, чуть не забыл. Возьми вот это, пригодится. Я так и не разобрался. Каким концом она стреляет, а каким забивает гвозди. Не трат патроны напрасно. Они не растут на деревьях. По крайней мере, не на местных деревьях. Ну, как любой гений, Ченда слегка забывчив. Или каждый забывчивый человек в чём-то гений. Или идиот. Ладно, не обращайте внимания. Что нам известно? Зомби строят генераторы, которые производят зелёный туман. Которые производят зомби. Вся местность заражена. Не заражён только каньон, ведущий из Змеиного города. Вот почему они построили последний генератор на ферме. Майер пошёл и разобрался с генератором. Каньон чист, но вся пустыня отравлена. С фермы можно пройти только к каньону. Или нельзя. Ченда собрал взрывчатку, которая может остановить генератор на расстоянии. Но никому не хватило смелости пойти в туман и заложить эту взрывчатку. Но теперь пришёл герой. Он вернётся на ферму. Пойдёт в туман, заложит взрывчатку. Потом уйдёт в пустыню. Найдёт генератор в небольшом городке в пустыне. И до того, как он возобновит работу, уничтожит его. Да. Ну давай, иди. А-а-а! Кое-что ещё. Что? У меня тут небольшая секретная мастерская. Прямо здесь. За потайным входом. Она потрясающая. Тут все про неё знают. Про тайную мастерскую Ченды. Только спроси их. Кого спросить? Ну их. Итак, если тебе нужно улучшить или починить эту восхитительную тачку, просто скажи мне. То есть приезжай сюда и захвати пару долларов. У меня семеро детей, и все хотят кушать. Или это пиранья? Не знаю, но у неё есть зубы, и она всё время хочет кушать. В общем, мастерская Ченды всегда открыта для тебя. Даже если сейчас она закрыта. Заходи, герой! Вот это да! Это ещё что такое? Хм... Это уже другая лига. Я не выиграю этот бой. Отбой. Никто не умеет водить лучше, чем я! И Майер снова выигрывает. Чудовище даже устроило фейерверк, в мою честь. Здесь вы видите, как это выглядит вблизи. Герой входит в туман, включает Эмми Ченды, раздаётся хлопок, и туман исчезает. На какой-то момент. Потом это будет буквально гонка за жизнь. На кого вы поставите, друзья? Кто будет быстрее? Майер или генератор? Сумеет ли герой вовремя взорвать зловещую машину? Прежде чем она восстановится и снова начнёт пыхтеть. Пометьте ваш выбор и опустите его в лотерейный барабан. Драма только начинается. Сейчас вы видите, что происходит, когда встречаются взрывчатка и включённый генератор. Те, кто сделал ставку на героя, могут забрать выигрыш в... Что? Понятно. Никто не ставил на героя. Ладно. Похоже, восточная пустыня в относительном порядке. Поэтому мы можем продолжать. Раньше этот маленький городок в пустыне процветал. Вы видите, тут дома. Они не сами строились. Однако мода на него прошла. И сейчас тут поселилась смерть. Ну, смотрите, кто это там в одиночестве и опасности? Да. Не. Это он. Пепе. Старый друг Майера. К счастью, наш храбрец неподалёку. Ты меня не поймаешь. А если поймаешь, то я убегу. А если не убегу, то сразу говорю, я невкусный. А если я вкусный, то... То... Чёрт! На помощь! Нет. Да, это Майер. Рад тебя видеть, весельчак. Мы знаем друг друга? Знаем. Знаем. Какое неподходящее слово. Мы как два брата. Как отец и мать. Как правая и левая руки. Я правая рука. Рад встрече. Я Майер. Тебя битой по башке ударили. Ничего не помнишь? Конечно. Ты же идёшь из пустыни. Как ты можешь? Что? Ты не зомби? Не знаю. Как-то пронесло. Что здесь происходит? Ну, обычная проблема. Я пришёл уничтожить генератор. А его охраняли чудовища. Мне повезло, что Майер разделался с ними. Как в старые времена. Послушай, никто здесь не знает, что это такое. Просыпаешься утром, а повсюду эти генераторы. Они производят зелёную дрянь, которая превращает людей в зелёных чудовищ. Мы не знаем, как с этим бороться. Ты единственный, кто решил сразиться с ними. И это сработало. Для этого и нужны друзья. Я хожу по пустыне в поисках генераторов. Я нашёл этот. И это было ошибкой, потому что они нашли меня. Я выключил генератор при помощи устройства Ченды. Пошёл туда и... Бум! Восемь голодных зомби. Что теперь? Они поймали меня, но моих записей не получили. Это был умный ход. Я не взял их с собой. Поделим обязанности. Я вернусь к науке, а ты к своим повседневным делам. Мы остановим генераторы навсегда. Отправляйся в пустыню. Найди старый дом в глубине пустыни. А там найди футляр от гитары. Не открывай его. А то потеряешь какие-нибудь бумаги. Принеси его сюда, а я тем временем придумаю, как разобраться с этими негодяями. Вопросы? Вообще-то нет. Ну, иди, парень. То есть... Герой. Этот маленький городок в пустыне процветал. Вы видите тут дома. Они не сами строились. Мы это уже говорили, я знаю. Но некоторые вещи повторяются. Майер повел себя как герой. Он разделался с зомби и спас старого друга от их когтей. А потом принес ему футляр. И где этот старый друг? В мешке. Буквально. В мемуарах Пепе написано, что он долго ждал Майера. Он ждал, ждал, думал и придумал разбить взорванный генератор молотком. Но это ему не удалось. В итоге он пнул его и с чувством выполненного долга заснул. Потом вернулись призраки, схватили его и отвели в церковь. А что говорит сам Пепе об этих событиях? Это было ужасно. Да, это было ужасно. Странно, но от этих кошмарных существ ожидали какого-то священного трепета, какого-то уважения. Думали, что они будут избегать церкви. Напротив, им там очень понравилось. Выходи! Ты нашел футляр. Теперь найди того, кому его отдать. Один. С ружьем и куском дерева. Настоящий герой. Ему все равно, что перед ним сотня врагов. Или две. Что? Ему все равно, что перед ним пять врагов. Или восемь. Так лучше. Приступай. Как обычно, очень вовремя. Я только собирался сломать дверь и... И... Быть съеденным. То есть, мне нужен свет, а его здесь нет. Поэтому я делаю глупости. Твой чемодан у меня. Я так и знал. То, что нужно. Ха! Мои заметки! Послушай. Зомби построили генераторы, чтобы туман закрыл всю территорию вокруг города. С их мозгами! Они бы сами до такого не додумались! А у них и мозгов-то нет. Я заглянул одному из них в ухо, пока они меня тащили. За этим должен стоять какой-то выдающийся мозг. Выдающийся мозг? Да. Мозг в голове. Голова крепится к плечам и так далее. Выдающийся мозг — это, разумеется, человек. Выдающийся мозг, который разработал все это. Так что теперь нам надо выяснить, зачем. Зачем? Что? Зачем? Я не знаю, зачем. Это мы и должны выяснить. Послушай. Вот бумаги с моими заметками. В них должны быть ответы. На что? Что? На что? Эй, послушай, давай раз и навсегда разделим обязанности. Ты действуешь, я думаю. Так мы всегда добивались результатов. Зачем что-то менять? Что? Сегодня день тупых героев, что ли? Послушай, я путешествовал по пустыне и искал координаты. Вот они. Новый генератор находится посреди ущелья на плато. Это странно. Погоди-ка. А, я смотрю вверх ногами. Следующий генератор в горах, рядом с аэропортом. Я напишу здесь координаты. Отдай их Ченде. Он создаст взрывчатку, которая слегка расчистит тот туман. Я поеду в пустыню и буду продолжать поиски. Уверен, там дальше еще есть генераторы. Отлично. Можно вопрос? Конечно, герой. Груз, который удерживает бумаги. Эта штука похожа на обрез. Это правда обрез? Что? Ах, это. Конечно. Я понятия не имею, что здесь делает этот хлам. Оно тебе нужно. Если не возражаешь. Конечно, нет. Для чего еще нужны друзья? Я бы все равно его выбросил. Ненавижу оружие. Я все время держал его в багажнике, да? Ты что делал? Разговор продолжился. Но я буду милосерден и прерву его. Майер мог бы поехать к Ченде. Пепе мог бы сделать ему на глаз холодный компресс и перебинтовать руку. А мы двинем вперед. То есть Майер двинет. В Змеиный город. Привет, привет. Я тут. Я уничтожил генератор. Может, откроешь дверь? Не могу. Там внизу люди. Они хотели сожрать мой мозг. Поэтому я убежал домой. Найти кольт для приглашения. Но его здесь нет. Должно быть, куры склевали. Вот этот кольт? Да. Очень на него похож. На нем даже твои инициалы. Ну, надо же. Как будто загадок с генераторами мне недостаточно. Теперь и это еще. Возьми эту идеальную копию моего кольта и поговори с господами рядом с моей дверью. Хорошо? Они там жуют мой половик. Между прочим, он очень нравился моей маме. Сейчас поговорю. Идеальная копия твоего кольта доставит им сообщение. Из тех, что влетают в одно ухо и вылетают из другого. Какой чудесный день! Я уничтожил генератор. А теперь хочу задать тебе пару вопросов. И я починил мост. Теперь можно пройти из каньона в пустыню и обратно. Я горжусь этим местом. Ну, спрашивай. У нас куча времени. Стоп! Хватит! Еще один невероятно длинный диалог. Я передам его кратко. Майер рассказал о том, кого ему удалось убить. Ченда ему не поверил. Майер показал свои шрамы и собранные зубы и руки. Ченда был шокирован. Затем Майер побежал за ним, догнал его. Потом Ченда успокоился. И они поговорили друг с другом, как брат и дядя. Что же дальше? Конференция перед битвой. Покороче, пожалуйста. И вот что произошло. Слава Байеру! Он всех спас! Слава! Ну, вообще-то не спас. Уберите его отсюда! Он пока еще не спас нас. Но он работает над этим. А, тогда погодите. В любом случае, мы знаем, где следующий генератор. А мы знаем, зачем. Зачем? О, нет. Успокойся. Кто-то пьет кофе? С сахаром, пожалуйста. Без сахара. Без сахара. Хотя две ложки. Сегодня второе. Успокойся! Как видите, конференция перед боем уже началась. Давайте подытожим самые важные положения. Следующий генератор в аэропорту. Именно там нужно искать ответы. Всем интересно, как Майеру удалось выжить и почему он ничего не помнит? Ченда прекрасно сформулировал общий вопрос. Правда? Майер действительно ничего не помнит. Но ему следует искать ответы в аэропорту. Некоторые помнили, как все было раньше. Они рассказывали всякие истории. Майер должен расспросить их подробно. Правда? Вообще-то я ничего не знаю. Я узнаю некоторые места. Некоторые лица мне знакомы. Кажется, я и правда жил здесь. Никаких подробностей я не знаю. Я не знаю, что случилось. Правда? С Майером произошло что-то странное. Но толпы смертоносных монстров были гораздо большей проблемой. Поэтому Ченда велел ему ехать в аэропорт. Отправляйся в аэропорт. Он дал ему одну бомбу, чтобы остановить генератор. И другую, чтобы его уничтожить. И Майер... Майер отправил се туда. Продолжение следует... 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 ну чего нету зомби чего чего нет у зомби глупые вопросы пока здесь есть кто-нибудь да покажи мне свой язык я в порядке спасибо тут случайно не пролетал самолет не пролетал но какой-то самолет упал неподалеку отлично а не скажете где он упал сначала покажи мне свой язык черту зомби тоже есть языки а чего нету зомби где упал самолет не знаю в южном направлении покажи язык кто-нибудь еще раз это скажет и познакомиться с моей битой изучит ее ближе эй тут есть то что тебе нужно покажи свой язык что покажи язык чтобы я знал что ты не зомби я ищу разбившийся самолет я его не выдал что я его не видел по крайней мере не видел как он упал я хотел сказать своей жене и детям пойти посмотреть что там горит но тем временем он уже упал идет я пропустил падение к тому же моя жена давно умерла и у нас никогда не было детей у меня крыша едет а вы знаете где он упал конечно на западе пройди горы выйди в пустыню и найдешь его где-нибудь там на западе за горами спасибо не за что заходи еще отлично теперь я заблудился да дорогие друзья он заблудился ответы на его вопрос были на упавшем самолете самолет упал в западной пустыне западная пустыня была накрыта туманом нужно уничтожить вредителя и остановить генератор очевидно пепе знает как это сделать сейчас он ждет под мостом в западной части змеиного города ладно я иду давай парень иди на юг от аэропорта так ты выйдешь на правую сторону моста между скал там есть дорога и указатели вы уже сказали что змеиный город разделен границы как таковой вы не увидите но у нас есть две части восток и запад восточная и западная части полностью разделены вот посмотрите снимки обеих частей а где-то здесь у меня был да вот он исторический комментарий все бумаги почему-то перемешались черт не важно я начну с востока мы там уже были восточная часть совершенно безлюдно только ветер это еще что такое понятно снимки перевернуты не важно я повторю восточная часть которую вы скоро увидите полностью безлюдно и пустынно ветер играет сухими прутьями если вдруг ворона решит прилететь сюда вскоре удирает все ободранное что наглядно показывает как пустынно и необитаемо это место можно считать это ценой свободы героические защитники города застрелили всех зомби и наглухо закрыли город лидеры сопротивления забаррикадировались в своих домах сам город будто спит пустой заброшенный с другой стороны восточная часть только посмотрите восточная часть которую вы только что видели тишит отвратительной мертвецкой жизнью повсюду разгуливают монстры и кроме того город контролирует мафия вот они то есть их вы только что видели слева вы должны помнить что им наконец выпал шанс заключить договор с дьяволом и они сделали это и теперь они правят западной некогда чванливой частью змеиного города которую вы сейчас видите которую вы видели минуту назад мафия правит железным хотя и слегка заржавевшим кулаком если майор хочет спасти оплот цивилизации он должен уничтожить мафию обе части города соединяет подъемный мост который мафия благоразумно подняла чтобы обезопаситься от мертвяков с востока когда зомби добрались сюда и принесли зеленый туман из аэропорта мафия воспользовалась ситуацией умерла и села в засаду мафиозный убийца опасный враг помимо острых зубов которыми он обычно раздирает свою кричащую добычу он экипирован когтями на обеих парах конечностей у него пронзающий взгляд и разумеется типичное оружие гангстера автоматический томпсон с боевыми патронами он выходит только ночью или днем и большую часть времени он ищет пищу он пожирает практически все включая даже хлеб в кризисные времена однако больше всего он любит мясо в особенности плечи и бедра за них он готов убить чем он периодически и занимается такова ситуация необходимо соединить обе части города это можно сделать просто опустив мост но мафия контролирует подъемное устройство или восемь чай детка майер навсегда уничтожил мафию и освободил змеиный город он свободен он наш он он герой герой извините западная часть змеиного города очищена пора опускать мост видите ничего страшного и теперь можно ходить пешком их правда было так мало мы были уверены что в подвале их еще сотни три вообще-то я хочу сказать что их было три сотни возможно даже три тысячи иначе мы бы и сами их застрелили должна быть они куда-то ушли к нашему счастью неважно теперь все свободно я останусь здесь ненадолго в конце концов мы так долго были отрезаны друг от друга ах воздух совсем не такой как там послушай пепе ты ведь пепе так да герой мы давно знаем друг друга давно давно мы знали друг друга еще тогда когда динозавры только начали расти мне нужна твоя помощь конечно герой в затруднении но догадайтесь кто появляется рядом со своим верным мечом и решительностью в душе неужели это пепе это пепе говори герой начни сначала и поведай мне все все ты знаешь каково это я помню лишь отрывки из своего прошлого я родился далеко отсюда но уже в детском возрасте я начал думать о пропустим пару часов болтовни и позволим майору рассказать о том что он узнал он потерял память после аварии самолета на котором он летел со своей молодой женой загадочной девушкой по имени хелен самолет разбился где-то в западной пустыне полный зловещего тумана и мертвяков его необходимо найти и обыскать майор понятия не имеет какой ответ ждет его там никакого понятия я понятия не имею какой ответ ждет меня там никакого понятия тебе нужно идти в пустыню точно и найти самолет чтобы узнать правду да но это невозможно потому что там находится протогенератор конечно что протогенератор главный генератор самый большой это проблема потому что мы не знаем что с ним делать в моих записях этого нет я его не видел его нельзя просто взорвать он выпустит такое количество тумана что вся планета может пострадать от последствий взрыва каких пока неважно послушай у меня есть близнец его зовут пепе он сейчас в порту ты знаешь где порт иди на запад через пустыню вот возьми м и бомбу но будь осторожен надолго ее не хватит так что тебе надо быстро проскочить пустыню и найти порт пепе в порту он отдаст тебе мои записи мы дадим их ченди и придумаем что делать с генератором возьми вторую м и бомбу для обратной дороги в порту безопасно иначе пепе не связался бы со мной иди ты не спешил я уж думал ты не сможешь выиграть ты пепе что да конечно я пепе близнец пепе так да да это я его близнец я не похож на него и старше ты наверное это сразу заметил ты задал им хорошую трепку это точно но тебя явно интересует что-то еще кроме безопасности этого чудака который привел тебя сюда так герой что ну записи да меня послал пепе я должен забрать здесь какие-то записи записи да да какие-то данные о прото генераторе генератор генераторов или как он там называется ах эти записи ну надо же мне показалось что они нужны пепе они нужны ему да но у меня их нет я отослал их ему по почте чтобы ему не пришлось никого сюда посылать иди к нему он ждет на мосту в змеином городе и читает их прямо сейчас что вот так но ты ведь справишься с этой проблемой я уверен иди давай давай иди попутного ветра идет майер о господи а ты вернулся ты не принес мои вещи нет но я решил кого я убью догадайся меня точно но 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 я просто пытался помочь тебе я пронесся через пустыню туда и обратно чуть не умер один раз упал потерял ключи поцарапал машину и все напрасно а ты говоришь о посылке ну да пепе отправил ее по почте но я не знал хотя он написал мне чтобы я никого не посылал в порт потому что он сам отправит ее но он решил сэкономить деньги и вложил эту записку в посылку сядь и отдохни успокойся пепе иногда все путает такое бывает дыши глубже выдыхай ты не напрасно съездил туда вспомни сколько монстров ты убил в порту например тот на причале как он полетел согласен пепе да друг мой так ничего вы наверное чувствуете что наша история подходит к концу три генератора взорваны четвертый вскоре последует за ними туман исчезнет и все это благодаря одному человеку который пришел не в то место в нужное время ну да майор герой наш герой он спас змеиный город и окрестностей а также ферму старый пригород он даже ходил в церковь возможно вам интересно почему я так долго говорю но вы сами видите что происходит вы понимаете что чэнда пожилой человек ему нужно время чтобы дойти он скоро будет здесь у него есть информация и гениальный мозг он соединит это и создаст взрывчатку достаточно сильную для того чтобы уничтожить прото генератор это очистит всю пустыню и наши поиски придут к концу вернее к началу мы ведь ищем самолет и понятия не имеем где он да еще минутку Пепе дает майору последние наставления он сообщает ему местонахождение генератора и как прицепить к нему специальную прото взрывчатку он также говорит о мерах безопасности и расположение аварийного выхода готово вперед герой ну вот и все зеленого тумана больше нет те кто выжил выжили и не превратятся в монстров смотри вон дорога в горы интересно что там на том загадочном плато это был удар да если дерево в лесу падает но этого никто не слышит оно правда падает что зачем ты пришел сюда что что если ты куда то идешь это значит что ты что то ищешь так что же ты ищешь ну самолет ты его нашел как видите а что я должен видеть поищи где то здесь был старый дневник ты умеешь читать читать неважно там наверное есть картинки это ключевая сцена нашей истории момент когда майор понимает кто он и зачем или по крайней мере получает возможность понять он открывает дневник и ищет первую страницу да она спереди я родилась далеко отсюда но уже в детском возрасте я начала думать о а возможно майор изумлен мы нашли его он меня сильно впечатли он болван от него одни неприятности он внимательный он открывает передо мной дверь и не задает вопросов когда я хожу в бар по вечерам мне нравится как он ходит водит машину смеется кроме того он невероятно богат что мне тоже нравится он нравится людям и они любят говорить о нем это я хочу дневник вероятно я выйду замуж я в этом не виновата ничего не могу поделать моего любимого зовут Джонни Майер он местный искатель приключений вдруг ставший известным мы собираемся в медовый месяц на побережье Джаспер местный клоун будет моим шафером если мы сможем вытащить его из его берлоги. Я знаю его всю жизнь, а он все знает обо мне. Будет странно, если он не придет на свадьбу. Еще придут моя тетя Грейс и дядя Рудольф, кузина Элизабет с малюткой Ларой, маленький кузен Ганди, тетя Урсула и, в общем, все. Они кое-что проверят, а потом мы взлетим. Джонни какой-то угрюмый и постоянно оглядывается по сторонам. Кажется, будто он думает о том, куда бы ему сбежать. Но ему не нужно бояться, я не кусаюсь. Клоун попрощался с нами, но он будет ждать до самого взлета и будет махать нам до тех пор, пока мы не скроемся за горизонтом. Я бежу, пока мы летим. С самолетом что-то не так. Мне кажется, меня стошнит. Раздалось какое-то скрежетание. Вот это удар! Разве винт не должен вращаться? По крайней мере, один из них. Я почти не могу писать. Так быстро мы падаем. Странно, что все внизу не закрыто туманом. И почему вдруг туман стал зеленым? Ой, у меня будет большая шишка на голове. Джонни! Джонни! Джонни лежит неподалеку. Я закончу предложение и побегу к нему. К нам идут на помощь два больших человека и доктор. Что они делают? Почему они идут ко мне? Ой, они выкручивают мне руки. Я не могу писать! Оставьте меня! Я позову своего мужа. Джонни! Джонни! Последняя запись. Они куда-то тащат меня. Я даже не знаю, жив ли Джонни. Я видела клоуна. Он прибежал из аэропорта и хотел помочь мне. Но с двадцатью семью он не справился, поэтому решил ретироваться да так быстро, что оставил за собой столб пыли. Нужно где-то спрятать дневник. Когда Джонни очнется, он найдет его и прочтет о том, куда меня утащили. Он умный парень. Черт, это все! Больше ничего нет! Ты нашел то, что искал? Я много чего нашел. Только я не знаю, что я искал. А что ты ищешь сейчас? Послушай, обязательно говорить загадками? Когда пес снимает с себя ошейник и отдает тебе поводок, что это значит? Что? Три крысы ползли по канализации. Как они передвигались? Рядом или одна за другой? Что? Если Джулиет вдвое старше Юджина, а завтра она будет втрое старше его. Сколько лет, Джулиет? Самолет упал прямо тебе на голову, да? Ты видел, что случилось? Ты видел, куда они потащили Хелен, и у тебя есть идея о том, кто они такие? Хватит нести чушь. Вся эта беготня и стрельба порядком меня утомили. Есть одно место. Парк аттракционов. Там есть клоун. Клоун знает. Клоун? Тот клоун из дневника? Просто приходи в полночь или выиграй гонку. Тогда он тоже выползет из своей берлоги. А где мне его искать? Одна за другой. Что? Крысы. Одна за другой. В канализации слишком мало места. Они не могли бы ползти рядом. Дамы и господа. Спортивная пауза. Герой в хорошем настроении. Машина отрегулирована. Они на стартовой линии. И вот раз, два, поехали! Это было потрясающе. Отлично покатались. Без единой ошибки. Ну, может, было несколько, но финиш невероятно. Что ты делаешь? Где Джаспер? Джаспер выходит только в полночь. Ну, и где он сейчас? Джаспер выходит только в полночь? Я это уже слышал, но где он сейчас, черт побери? Прямо сейчас? Сейчас! Ой, мне страшно. Послушай, у меня нет времени. У меня есть жена, ее похитили, и я должен узнать, кто это сделал и куда ее увели. Да-да, знаю. Джаспер мне все рассказал. Он мой брат, близнец. Что? Третий близнец? Точно. У меня еще два близнеца. Один высокопоставленный чиновник в правительстве, а другой генерал. Ясно. Мне это очень интересно. Если ты все знаешь, почему не рассказал мне о Хелен? И не говори, что потому, что я не спрашивал. Но ты не спрашивал. Послушай, все более запутано, чем ты думаешь. Но сейчас у нас есть зацепки. И надежда? Генераторы остановлены, новых это профессор Вангелия. Мы думаем, он стоит за всем этим. Ты должен найти его. Как? Я помогу тебе. Я достану документы магического устройства для Ченды. Оно отследит распространение тумана. Так мы узнаем, где прячутся злодеи, пошлем туда армию крутых американских... Эм... Пошлем туда тебя. Отличная идея. Что тебе для этого нужно? Огромное количество денег. Мой футляр с записями и... Ченда. Ченда? И футляр? И что это за футляр на этот раз? Тот же, что и раньше. Думаю, я оставил его в церкви после того, как ты отдал его мне. Просто приведи сюда Ченду. Иди, герой. Время идет о злобной Вангеле удерживает Хелен на своей отвратительной вонючей роскошной вилле. Иди. Можно Ну, Джаспер выходит только в случае, если кто-нибудь выиграет гонку. Или в полночь. Да-да, в полночь тоже. Извини. Но мы здорово покатались, да? А, ты здесь? А где еще мне быть? Трогательная встреча двух героев перед последней битвой с самым ужасным злодеем. Знаете, мы не будем вас утомлять. По картинкам и так понятно, что Майер пытается убедить Ченду пойти с ним. Но Ченда не хочет. Майер просит его, взвешивая свою бейсбольную биту. Ченда все равно не хочет идти. И становится ясно, что он не любит ездить на машинах. Но Майер заводит разговор о ответственности. О том, что ничего не получится без Ченды. Вот момент, когда пора закусить губу и двинуться в путь. А, Ченда? Гордый, бесстрашный защитник справедливости? Ладно, фиг с тобой. Идите, герои. Почему бы тебе просто не заткнуться? Воспоминания. Ах, эти воспоминания. У Майера было столько неприятностей из-за детарного футляра. Он так долго таскал его туда-сюда. Может, ты вспомнишь что-нибудь из своей жизни? Какую-нибудь вещь, к которой ты относился так нежно, что хотя она и была неудушевленной, ты обращался с ней как с человеком. Даже иногда разговаривал с ней. Вот ты где, негодяй. Ладно, парень, у тебя все это есть? Пеппи велел мне достать ченду, футляр и немного денег. Кто? Пеппи. Я его близнец. Мы поменялись ролями. Но это не важно. Я знаю все, что знает он. У нас мистическая связь. Да ладно, я тебе не верю. Что? Кто ты такой, черт возьми? Как ты путешествуешь по пустыне? Почему ты притворяешься своим братом и как ты добрался в порт раньше меня? Почему я постоянно встречаю тебя в туманных местах? Черт. Ну? Послушай, как я мог? Я расскажу тебе более длинный вариант истории. Я родился далеко отсюда, но уже в детском возрасте я начал думать о... пропустим эти ненужные подробности. Кому интересны россказни выжившего из ума старика? Действия и подвиги вот что важно. У нас есть чэнда, есть футляр, есть огромная куча денег. Что ж, этого достаточно? Ха-ха, это ты! Я знал, что ты еще жив. Теперь мне все понятно. Ну да, так мне удается быть везде. Но я выбросил гитару. Здорово! Ты крут! А деньги тебе хватает? Ну да, хотя пяти долларов не хватает, но я с этим справлюсь. Сейчас виклета, да? Ха-ха-ха. Хм, не важно. Чэнда? Я здесь! Идем. Идем. Точно! Все готово. Отправляйся к сопротивлению, чтобы подготовиться к финальной схватке. что за дурацкое задание. Я слишком стар для этого. Первое готово. Дурацкая работа. Хватит! Ты проиграл. Ты продержался менее трех часов. Будешь мыть посуду всю следующую неделю. Да. И ты отправляешься с Майером. Дурацкая работа. Не огорчайся. Это честь сопровождать героя. К тому же ты не полезешь в логово. Ты просто отправишься вперед, чтобы все подготовить. Да, у нас есть плач. Точно. Профессор спрятался далеко в пустыне. Майер, Джулиус и еще один доброволец все подготовят, а ты выступишь против профессора прямо в его крепости. У тебя достаточно боеприпасов? Да. Уверен? Это будет долгий разговор. Да. Прекрасно. Тогда иди, герой. Уничтожь злодея. Человечество надеется на тебя. Дурацкая работа. Дурацкая работа. Продолжение следует... Хватит! Отдалить! Джонни! Привет, красавица! Тебе конец, красавчик! Тебе конец, мумия! Тебе, 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 тебе! Вам всем конец! Вы не сможете меня победить! Не знаю, как ты меня нашел, но эта красотка моя! Помнишь? Часть сделки! О чем ты говоришь, иссохший скелет? Я тебя никогда не видел! Не видел! А как ты думаешь, кто финансировал все мои исследования? Кто заплатил за зеленый туман, а? Что ты милишь? Разумеется! Это был ты, мой шеф! Тебе нужна была Хелен! Но она даже не хотела дотрагиваться до такого урода! Я создал формулу, которая изменила ее мнение! А все это время я за твоей спиной работал над зеленым туманом! Ха-ха-ха-ха! Потом надо было просто разбить твой самолет и стать властелином мира! Примерно так! Это все чушь! Чушь! И я тому доказательство! Если бы ты сбил самолет, и мы упали, и не было бы аварийной посадки, то мы бы не выжили! А вы и не выжили! Что? Вы не выжили! Ха! Это был туман! Вы упали прямо в туман и умерли! Но... Все пошло не так! Он превращает живых в мертвых! А мертвых в... Все получилось наоборот! Что? Хватит болтать! Вы оба умерли! Туман вернул вас к жизни, потому что вы умерли в нем! Каким-то образом он даже сделал вас... Лучше, чем вы были раньше! Хелен уже не такая дрянь! А ты... Не негодяй! Но... Это уже не важно! Мне нравится Хелен! Я убью тебя! И исправлю проблемы с туманом! Этого не должно случиться! Это... Ты чудовище! Чудовище! Стой! Ровер! Ровер! Хватай его! Обратите еще раз внимание на это замедленное движение! Ясно! Замедленного движения нет! Не важно! Просто посмотрите еще раз на этот отличный удар! Робот разлетается в дребезги! Не хотел бы я быть тем бедняжкой, которому придется его собирать! Ха-ха-ха! Тем не менее, дуэль еще не закончена! По некоторым сведениям, доктор Ван Гелли хорошо владеет карате! Или... В штруделе? Я уж не помню, но для нашего героя приключения еще не закончены! Это ерунда! Я мог бы это тоже уничтожить! Но сейчас я уничтожу тебя! Наконец-то я избавился от него! Погоди, а что это здесь написано? Ядерный! Это охладит пыл, Вен Гелли! Или наоборот, подогреет! Посмотрим, как ты справишься с этим! Ха! Давай еще! Я не победим! Я каждый день дышал зеленым туманом! Меня невозможно убить! Попробуй переехать меня комбайном! Увидишь, что от него останется! Ха-ха-ха-ха-ха! Ах, Джонни! Хеллен! Секундочку! Ах, Джонни! Все кончено! А змеиный город? Его больше нет! Надеюсь, Ченда вовремя нашел правильную комбинацию для входа в подземные укрытия! Когда я видел его в последний раз, он ее не помнил! Не волнуйся, солнышко! Все в безопасности! Им просто нужно построить новые дома! Ах, Джонни! И поля! А также конюшни, гаражи, хлева, у кого они были, амбары, водохранилища, бараки для сезонных рабочих, скратки для охотников, гоночную трассу для гонщиков, ограды, колодцы, курятники, голубятни... Дамы и господа, я надеюсь, вы осознаете ситуацию? Из этих кадров, из документальной съемки ясно, что наша армия не имеет никакого отношения к событиям в Змеином городе! Он единственный справился со всем герой, Джонни Майер! Это он запустил атомную боеголовку! Это он уничтожил Змеиный город! Но также он спас весь мир! Спасая этот мир, он уничтожил коварного профессора Вигели, который не получал, я повторяю, не получал финансовой поддержки со стороны армии! Эти документы о счетах были отвратительной фальшивкой! Это подтверждено вот здесь! Есть даже печать от доктора! Значит, атомная бомба не была прикрытием неудавшегося эксперимента! Ха-ха-ха-ха! Ну кому могла прийти в голову такая ерунда? Теперь вы знаете, как все это произошло! Я генерал Хулио Фернандес! И то, что вы видели, это чистая правда! Спросите, кого хотите! Мои друзья подтвердят вам, что Пепе никогда не врет! Спасибо!